Дневной разворот Кировских требует плату за капитальный ремонт Что не вкладывается в привычные рамки Но всем понятно и всем известно Есть каникулы, которые на 5 лет даются новостройкам Но здесь почему-то эти каникулы проигнорировали Да и логично, дом построен Зачем плату за капитальный ремонт Эта логика еще закреплена Законодательно Но почему-то здесь этот закон не действует Интересная и весьма неоднозначная тема Будем разбираться во втором части На каком основании Жителей обязывают оплачивать капремонт Ну и собственно с той точки зрения Что теперь жителям делать Как себя вести в такой ситуации Когда квитанции приходят А платить-то вроде бы не надо Но есть информация о том, что многие жители не платят Как раз таки Чем это чревато Разберемся в этих и других аспектах Уже после 12.05 Ну а прямо сейчас приветствуем в нашей студии Михаила Шевелева, руководителя офиса Консультантов проекта поддержки местных инициатив Михаил, добрый день Добрый день, Владимир Как настроение Да, отлично После Уфы Вообще великое Красивый Ну, величественный Вятка не менее красивая и величественная Может немножко поменьше Но тоже очень гордая Да, почему именно Увязки собственная гордость Почему столицу Башкирии упомянул Потому что не так давно в Уфе прошел Международный форум стран БРИКС Ну, БРИКС это расшифровывается Это Бразилия, Россия, Индия, Китай И Салф-Эфрика Это С-то буква, да Это Южноафриканская республика Да, да, да Про нее, кстати, всегда забывают Но это тоже Вот на БРИКСе показали Что это очень гордая И важная составляющая БРИКСа Немногочисленная делегация была от Кирова На форуме БРИКС в Уфе В нее входили непосредственно Михаил Шевелев Да И Татьяна Тимофеевна Антончик Зам Министр социального развития Кировской области Вот Михаила мы сегодня пригласили Для того, чтобы поговорить по итогам этого мероприятия Форум был посвящен Мы прочитали в СМИ Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры Так? Все верно Именно так тема была сформулирована И как раз таки вопросы инициативного бюджетирования там поднимались Не совсем даже так Не совсем? Потому что формулировка названия Она прямо расшифровывает по сути инициативное бюджетирование Вовлечение граждан Да, как раз проекты и говорили То есть это более широкое понятие, чем просто инициативное бюджетирование Просто вовлечение граждан в решение каких-то муниципальных проблем Инициативное бюджетирование Очень такие красивые, сложные слова Не первый раз звучит в нашем эфире Мы уже выучили И сегодня еще раз напомним, что это значит Ну, на самом деле, это как раз и есть Вовлечение граждан в процессы, связанные с расходованием бюджетных средств Вовлечение их в реализацию проектов По созданию социальной и общественной инфраструктуры Причем вовлечение их не просто Как говорилось на форуме Кстати, мне это очень понравилось Очень хороший такой акцент был произведен Вовлечение не просто через учет мнения А через участие Потому что учитывать мнение можно по-разному Это мы, кстати, довольно часто видим, как у нас учитывают Что есть учет мнений и что есть вовлечение И есть именно участие граждан В чем разница? Давайте объясним принципиально Да, это принципиальная разница В чем она разница? Ну, это как между собранием и публичными слушаниями Потому что на публичное слушание кто-то пришел, кто-то чего-то сказал, кто-то чего-то услышал Даже кто-то чего-то запротоколировал И мнение вроде бы как бы есть Но мнение может быть отдельно от того, что будет и тугой реализовываться Но там же так и есть, что это рекомендательный характер Ну, это результаты публичных слушаний Абсолютно правильно И это именно учет мнения граждан Потому что, услышав всего, можно поступить немножко с корректировками А участие граждан предполагает большую ответственность И больше, скажем так, вовлечение в результаты Больше вес решения самих граждан Конечно То есть, участие, как в Кировской области, это участие и рублем Оно предполагает очень высокую степень формирования доверия И формирование как раз такой процедуры технологий Которая приводит, ну, по сути, к тому, что появляется у объектов хозяин То есть, когда я вложил в дорогу рубль То, собственно, дорога стала гораздо больше моей Но рубль-то образно выражуясь Ну, я, конечно, на рубль многие внимания не обратят Тысяча рублей, да и на рубль обратят внимание, если брать районы области Владимир, вот я вас уверяю В рубль вложенный в дорогу по улице Там, скажем, в Бобинском сельском поселении Приводит к очень фундаментальным вопросам Например, почему по моей дороге, в которую я вложил рубль Проезжает этот лесовоз? И это вопрос уже, в общем-то, государственного обучения Я помню рассказ одного из консультантов Там насчет дороги, по которой проехал трактор Да-да-да Там мордобоем закончилось Там товарищ, который выложил рубль Кто, простите, с кем Товарищ, который выложил рубль Товарищу, который проехал, извините, дал по лицу И тот не обиделся Потому что когда он... А тот, кто проехал, он не вкладывался Ну, я этого уже не знаю Он вкладывался, но он был в состоянии немножко Когда тот рубль, который он вложил, он забыл про него Поэтому, когда ему напомнили о том, что тут не только его рубль Но и другого человека Вообще, собственно, в всей комьюнити каждый по рублю скинулся Конечно Вот так мы объяснили принцип основной Это очень наглядно показывает, мне кажется Я считаю, что как раз диалог должен вестись не с позиций, а формулировок Ну, скажем так, тех, которые присутствуют в законодательстве А диалог должен вестись на языке понятного аудитории Кстати, вот это одна из ролей консультантов Когда мы рассказываем простым языком понятные вещи И тем более в той ситуации, когда именно эти вещи нужны На самом деле, инициативное бюджетирование Это как, ну, вот я в последнее время привожу сравнение Граненый стакан У него очень много граней При том, что внутри одно и то же Внутри-то он гладенький вообще-то Ну, когда он пустой, да А вот когда он наполнен, то внутри есть социальные объекты, скажем так И на их появление можно... Слушай, отличное сравнение Можно смотреть совершенно под разным углом И все говорят об одном и том же Но всегда происходят какие-то разные акценты Разные, скажем, наблюдения Разные видения Видения, да Разные точки зрения И вот форум-то, кстати, очень... Для меня была совершенно новая грань Совершенно вот как будто вот он Ну, вот это инициативное бюджетирование Засверкало как-то совершенно по-особому Как раз благодаря участию вот тех стран БРИКС, которые Николай назвал Я что хочу спросить, насколько я помню историю вообще Вот по моей, скажем так, историю Всемирного банка, который занимался вот этими вещами Чуть ли не в Бразилии это и зародилось-то все На самом деле считается... Ну, где-то в Южной Америке Где-то в Южной Америке Вот я почему хотел спросить, что получилось так, что, условно говоря, родоначальники вот этого Протисципаторного бюджетирования Позвольте мне, наконец-таки, правильно произнести это слово Это сейчас не ругательное слово Не ругательное слово, нет, его можно говорить в эфире Роскомнадзор разрешает Получалось так, что родоначальники вот этого бюджетирования инициативного, протисципаторного Как бы, получается, встретились вот с кировчанами Которые у нас сейчас в России лидеры вот этого движения Вы так картинку нарисовали, конечно, очень... Ну, интересно, вот как эта встреча произошла В общем, мы переходим к тому, я так понимаю, почему именно столь высокий уровень международный, да? Вообще в России на сегодняшний день признан очень высокий уровень инициативного бюджетирования И очень высоким он был признан, ну, по ряду причин И в первую очередь по тем цифрам, которые были продемонстрированы нашими регионами Которые реализуют аналогичные проекты, как у нас по ПМИ Для большинства участников и в том числе родоначальников вот этого партизаторного бюджетирования Для бразильцев, которые, оказывается, не только в футбол играют Да, и, кстати, они, когда презентуют свои проекты И сериалы снимают Они ссылаются на то, что у нас... И еще карнавал празднуют Как раз вот у нас родился и у нас, как бы, скажем так, начинал заниматься футболом Криштиану Роналду Вот, именно у нас вот, ну, мы начали вот так вот подходить к движению К вовлечению жителей в процессы расходования бюджетных средств Вот, и они, на самом деле, Португалия, Бразилия, ну, множество стран Они очень, скажем так, ценностно относят к этому движению, к этому процессу И тот уровень, который был продемонстрирован Российской Федерацией В том числе Кировской областью Конечно, он для них был достаточно впечатляющий В первую очередь потому, что, ну, допустим, я даже не говорю два года назад, да А три-четыре года назад это была очень, ну, скажем так, узкая тусовка Где эти вопросы достаточно серьезно обсуждали Только три года назад было очень пристальное внимание на проект Ты имеешь в виду в России? Да, в России, да В России было обращено внимание на этот процесс со стороны Министерства финансов И хотя они реализуют свои проекты открытого бюджета 2006 года То есть раньше, чем проекты, там, поддержки местных инициатив Которые с 2007 года реализовываются Они только вот совершенно недавно, там, 2014-2013 год Обратили внимание на те процессы, которые происходят, которые люди вовлекаются И вот здесь я, ну, не без чувства гордости могу сказать Что Кировская область как раз вот тот был пример То показательный, что ли, образ То та картинка, которая показала, что реальное вовлечение жителей Это очень много дополнительных социальных и финансовых эффектов К сожалению, на сегодняшний день на финансовые аспекты Больше внимания обращают, да При этом вот как раз выступление Татьяны Тимофеевны было нацелено на то, что процесс управления построен так, что основы результатов, они лежат в социальной плоскости в Кировской области И вот этим сохранением социального ориентирования, ориентации проекта мы немножко до сих пор выделяемся Хотя действительно, вот та картинка, которая была на форуме, это огромное количество людей То есть вы сейчас, Михаил, говорите о том, что это не просто, ну, не знаю, некая лямка, которую народ тянет Что вот надо вот вложиться, ну, дай бог, ладно, отдам эти деньги, там что-то сделают Это некое большее осознание и понимание важности всего происходящего Да, конечно, то есть это нежение иждивенческих настроений Это вовлечение в понимание бюджетных процессов Это, ну, вот я уже сказал, да, то, что чувство хозяина этой территории, оно появляется И эти социальные эффекты, конечно, они, к ним деньги идут дополнительно Я вот сейчас озвучу мысль, которая... А давайте эту мысль после небольшой паузы уже озвучим, хорошо? Хорошо, чтобы сформулировать Михаил Шевелев в нашей студии, руководитель офиса консультантов проекта поддержки местных инициатив Мы продолжим через полминуты Продолжается наша беседа, хочу вас заинтересовать опросом Если у вас есть возможность зайти на сайтах кирова.ру или на нашу страницу ВКонтакте Совершенно простой вопрос, понятный нам, кажется, вам задаем Если вы живете в доме Вкладывать личные деньги в обустройство территории рядом с вашим домом То есть построить спортплощадку, детскую площадку, парковку, что-то в таком духе И два варианта ответа, я согласен, либо я не согласен Согласны на это мероприятие на сайте эхокирова.ру Большинство голосов, 54% все-таки согласны Ну уж не абсолютное большинство Ну не абсолютное, да Как можно сказать, 50-50 И тоже практически 50-50 на нашей странице ВКонтакте Не согласны, 54% Примерно 50 на 50 Ну да, примерно 50 на 50 получается Очень показательный такой момент, на самом деле Так оно и в жизни Так оно и в жизни И на самом деле людям Очень часто, ну практически всегда Приходится выбирать, за кем идти Либо идти за теми людьми, которые предлагают Вложиться и сделать Не думать о том, что мы платим налоги Что мы, собственно говоря, живем в государстве Которое, ну, выстроено, собственно говоря Там, да, есть муниципальный уровень Который наделен полномочиям Говорится о том, что там есть коды финансирования И так далее Вот забыть об этих чувствах справедливости Связанных с устройством государства А сделать то, что тебе надо Либо смотреть на тех, кто, ну, как, скажем Баба-Яга против И они найдут кучу аргументов Там аргументы вполне логичные, на самом деле Они говорят, это обязанность муниципалитета Почему я должен это делать То есть я это делаю, я таким образом А они покупают себе машину за миллион Да ну нафиг И тут еще есть момент, что это необязательно Мы всегда можем посмотреть на то, что А я вот вложу, а он не вложит И вот это вот чувство справедливости Оно, ну, скажем так Оно всегда заставляет человека делать выбор И я вот как раз перед перерывом хотел сказать Мысль Человека, который стоял у истоков инициативного бюджетирования В Российской Федерации А параллельно занимается еще налогами, экономикой, аудитом И вот Это же какой диссонанс в голове должно быть Почему? Наоборот, очень все логично Просто я думаю, что на федеральном уровне пока эта тема не поднимается И она на самом деле и на форуме не поднималась Сделать определенный вычет для людей Которые финансируют проекты вот такого местного уровня Мы вкладываем себя в общественную, в муниципальную инфраструктуру Почему не сделать вычет, например, по налогу Так, о чем идет речь? Условно говоря, ты вкладываешь тысячу рублей в какой-то проект Это тебе зачитывается, как твое вложение И делается налоговый вычет Как вклад на налога? Просто, понимаете, это же То есть возвращается Ну, может быть, не вся сумма, но хотя бы часть суммы тебе возвращается А может быть и вся, но это уже надо считать Ведь это же вклад, люди делают не очень большой, скажем так, в расчете на год Средний вклад в Кировской области, я считаю, что он в районе тысячи-полутора с хозяйства Ну, это средний Поэтому берем все проекты по ПМИ, да? Да, я, честно говоря, не рассчитывал его как-то так Он у меня в голове сложился, как вот, ну, по результатам, может быть, собраний При том, что в городе он гораздо меньше Меньше? Конечно Городские жители, они более грамотные, более требовательные Да и в городе людей больше, опять же, понимаешь, проект раскидывается на большее число людей То есть этим балансируется, уравнивается И проблемы в городе, они менее, скажем так, актуальны, более социальные Потому что в городе больше делают дворовые, детские площадки Меньше трубы перекладывают, меньше асфальт делают Потому что здесь каким-то образом муниципалитет работает Да, 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 конечно Здесь возможности больше в городе, поэтому в городе вклад меньше Ну, для жителя, в общем-то, с одной стороны, для бюджета города тот вклад, который делают городские жители, например Он не такой фундаментальный, скажем, с точки зрения общей суммы в доходах городского бюджета С другой стороны, для человека будет гораздо более понятно И, честно говоря, этому движению будет придан совершенно иной импульс Когда аргумент будет выбить, что ли, из рук оппонентов Когда говорят о том, что мы ведь налоги платим, почему местная инфраструктура по-другому выстраивается Честно говоря, проекты инициативного бюджетирования, на мой взгляд, тоже один из уроков Брикса Это некая проектная форма муниципального управления в Российской Федерации Это ведь очень классно и здорово, с одной стороны Мы этим очень отличаемся с тех других стран То есть Португалия, Бразилия, Южная Африка, Китай Китай очень интересные примеры проводил, как они проводят опросы Слушай, у них народ-то сколько? Ну да, то есть в вопросах участвуют В какое-то место не выйдет, везде много народа У нас на собрании 20 человек, у них, наверное, там собрание маленькое Если 2 миллиона всего пришло, да? Ну да, да, да То есть вот эти все примеры, они Наши проекты отличаются тем, что у нас Выстраивается все на региональном уровне в рамках государства В рамках бюджетного процесса И это дает, ну, возможность, скажем так Реализовывать проекты без государственного регулирования Без особого государственного регулирования Специализированного Хотя проблемы есть, и они бы тоже поднимались А сэм, скажем так, сэм, как правильно сказать, да? Скажу уж как-нибудь, поймем Так, мы ушла В продолжении, видимо, различий, да? Ну, это именно как раз в том плане, что у нас проект встроен в муниципальное самоуправление Тогда, соответственно, и платежи можно тоже встроить в муниципальное самоуправление Тогда вопросы возникают Смотри, вот там были и бразильцы, и индусы, и китайцы, там южноафриканцы В какой-либо из этих стран вот такой вариант применяется с налоговыми вычетами? Нет, про налоги... Или какой-то другой вид Нет, я бы сказал, что механизмы, которые работают на муниципальном уровне Они у них работают, и они свои А вопросы инициативного бюджетирования Это все-таки вопросы такой большей самоорганизации местных сообществ То есть это более, скажем таки, локальные проекты Которые на муниципальном уровне, скажем, выстреливают И где-то они поддерживаются муниципалитетами А где-то, ну, не то что не поддерживаются, где-то не развиваются Как ТОСы у нас что-то? Как ТОСы? Да, да, абсолютно правильно Территориальное общественное самоуправление На базе дома одного Наверное, это можно сравнить Они не имеют там своего самостоятельного финансирования Но имеют, скажем, такую определенную поддержку В том числе, если вы хотите, то мы вот на муниципальном уровне Этот проект возьмем и будем реализовывать То есть проект поддержки местных инициатив, который у нас сложился Он в большей степени, ну, основан на самообложении Все-таки И он в большей степени основан на Ну, я в финансовой части говорю На том, что он не противоречит действующему законодательству И, в принципе, вот эти пожертвования, которые мы дополнительно вносим В качестве местного вклада Объединяя его с региональным инструментом Ну, вот такой инструмент у нас создан А на Западе это все-таки больше такие, может, либо обучающие программы для муниципального уровня Ну, обучающие программы Научили, но денег не дали А? Научили, но денег не дают Ну, нет Как это правильно сказать Институты, которые на муниципальном уровне выстроены Они же на самом деле отличаются То есть, вообще, философия местного самоуправления, она очень серьезно различается по странам И, соответственно, институты, которые там выстроены Они работают И они работают немножко, может быть, по-другому То есть, депутаты местного уровня Финансирование на местном уровне Оно выстроено, может быть, более, что ли, так, скажем Ну, если по-простому, по-нашему говоря Полномочия обеспечены деньгами И, соответственно То есть, получается так, что муниципалитет уже способен свои функции выполнять Потому что его полномочия обеспечены деньгами И люди, которые хотят сделать что-то поверх этого То есть, поверх того, что должен делать муниципалитет У них вот какая логика А у нас зачастую делают то, что То, что надо Здесь и сейчас Да, то, что поедет В экстренном порядке То есть, у них уже такое масло на хлеб, как бы Да, да, да То есть, там проект, например, там Оборудовать пляж для людей Слепых Слепых Ну, или Южная Африка В Португалии, это на самом деле А, в Португалии В Португалии тут списки Брикс не значится Поэтому мы так на всякий случай Да, но там на самом деле присутствовали страны не только Брикс Ну понятно Было порядка десятка стран Поэтому Говорить конкретно Вот там то, что исключительно Вот эти страны присутствовали нельзя Вот И Пляж для слепых Оборудовать пляж Для людей там с ограниченными возможностями Например, для слепых То есть, люди, в общем-то, физически здоровые, сильные Но они боятся плавать, потому что берег Ну понятно, все, берегат не видят Конечно И оборудовать его так, чтобы у людей было, ну, дополнительное, например, оборудование Что они чем дальше уплывают, тем слабше сигнал становится, да, от берега То есть И наоборот громче Далеко заплыл, так уже невозможно становится, надо поворачивать Ну, просто какие-то решения, которые технически позволяют человеку чувствовать себя свободным Хотя он с ограниченными возможностями Это действительно хороший, благодатный социальный проект В нем может быть не запланировано средства на муниципальном уровне Скорее всего, не запланировано Непонятно даже, по какой линии на это Ну, это вот, на самом деле, это поле для бюджетирования инициативного Вот такого рода проекта У нас, учитывая то, что он встроен Ну, вот была поднята проблема, на самом деле Что у нас государственной поддержки этому движению немного Ну, приведем пример, например, то, что из 7 миллиардов рублей Которые, ну, это стоимость всех проектов инициативного бюджетирования Я только не совсем разобрался, за все время или за год, за последний, да Ну, по крайней мере, те, которые... Ну, что-то мне подсказывает, наверное, за все время Это речь идет о России или о Кировской области? Нет, это российская цифра Российская? Ну, скажи, нет Но если у нас 150-200 миллионов в год, то... Ну, просто последний год показал Очень большой вовлеченный других субъектов И тут вопросы, что считать проектами инициативного бюджетирования Что не считать, но неважно Из 7 миллиардов примерно бюджетного финансирования С федерального уровня составляет 70 миллионов рублей 70? 70 миллионов То есть это процент Все остальное Это ресурсы, условно говоря, мастер своих регионов Ну, и, собственно... Ну, и жители Жители, спонсоров там Да, бизнеса Бизнес, да При том, что как бы у нас глава государства говорит, что давайте активнее, активнее, активнее это развивать Абсолютно Ну, тогда 1%-то явно мало И, честно говоря, вторая цифра, которая мне... Я до сих пор под впечатлением нахожусь То есть у нас же много программ Тут мы говорили про капитальный строительство Капитальный ремонт, да? Да, да, да По сути... Говорили, будем говорить во втором части И будем говорить, да, про это Ведь на самом деле это тоже проект для жителей И тоже с участием финансирования жителей, да? Абсолютно Это тоже проект с участием определенного выбора последовательности, да? С учетом вовлечения Он ведь не считается проектом инициативного бюджетирования Раньше был проект по реформированию жилья Реформирование системы ЖКХ, да? Когда крыши делали Это федеральная программа Да, федеральная программа Тоже было софинансирование Но проектом не считается инициативного бюджетирования То есть, и на самом деле таких программ у нас много У нас по России насчитали до 14 программ государственных Общее финансирование, по которому составляет примерно 350 миллиардов рублей. Если хотя бы 10% распределялось по правилам вовлечения жителей, именно не учета мнения даже о участии, конечно, эффект был бы просто колоссальный. Но, опять же, было бы сложно, но представь, тот же капитальный ремонт, если бы жители именно не просто платили свои взносы, да, и там, условно говоря, не очень понимали, что с ними сделают, а участвовали. А как не участвовать? Было бы гораздо сложнее, потому что началось бы вот это пересмотр всех проектов. Они же участвуют, если там разрешено выбирать, что ремонтировать в первую очередь. Ну, там очень немного разрешено. Крыша худая, давайте крышу отремонтировать в первую очередь. Нет, давайте простой пример из жизни. Ремонт стояка, ну, стояк, по которому вода идет. Понятно, понятно, да. То есть многоквартирный дом, допустим, девятиэтажный ремонтировать надо, в программу входим. Ведь, чтобы подрядчик пришел и поменял, нужно как минимум, чтобы жители дома находились. Чтобы они упустили его даже, если они дома находятся. Чтобы они его впустили. Да, потому что, вот как мы здесь говорили, частенько и не пускают. Потом из-за этого аварии происходит. Все правильно, потому что вовлечение-то не происходит. Все вовлечение у нас. Квитанция пришла, заплати. И ты... Ну, это скорее учет, чем вовлечение. А Михаил, кстати, об этом неоднократно говорил. Вот когда до дела-то уже доходит, вот здесь вот дьявол-то. Многие платят просто потому, что отвяжитесь. Многие платят, потому что привыкли платить. Пришла квитанция, надо платить. Это дисциплина, на самом деле, еще из Советского Союза. Из Советского Союза. И они даже не задумываются о том, что им пришло, почему такая сумма и так далее. Пришло, надо платить. Те, кто не платят, они, как правило, там, ну, совсем уже мы против, там, да, это такие правоборцы, как бы, это самое. Вот. Есть те самые сознательные граждане, на самом деле, которые способны выстроить внутри многоквартирного дома свою систему ТСЖ, например, да, как есть у нас дома. Вот. Они ведь свои счета открывают, они сами управляют своим фондом. Там уже более глубокое вовлечение получается. Конечно. Так вот, у нас есть фонд капитального ремонта, это, по сути, отказ от продолжения движения, как это сказать-то, к собственнику. То есть, собственность есть, ответственность фраза, которую должны все заучить. У тебя есть квартира, ты должен понимать, как с ней жить, как о ней заботиться, и что к этой квартире еще принадлежит там лифт, крыша, фундамент и так далее. Рекламную паузу сейчас мы сделаем. Напомним, что мы беседуем с Михаилом Шевелевым, руководителем офиса консультантов проекта поддержки местных инициатив. Михаил делится с нами мыслями, которые у него, в том числе, родились в ходе международного форума. Странбрикс, который недавно стоялся в Уфе. Нашу беседу об инициативном бюджетировании мы продолжим через полторы минуты. Продолжаем наш разговор. Но мы сегодня не даем каких-то строгих рецептов, говоря о ППМИ, об инициативном бюджетировании. Платите, не платите, участвуйте, не участвуйте. Просто такая информация к размышлению. К размышлению некое. Подумать, как относиться к тем людям, которые платят. Как относиться к тем, которые не платят. Принимать решение надо, в этом участвовать не надо. Мы так уже, видимо, расширяем нашу перспективу, панораму. Границы инициативного бюджетирования уже на Капримон перешли. Сравниваем его, собственно, тоже как одна из форм. По большому счету. Слегка с ограниченным участием граждан. Михаил Шевелев сейчас сказал в перерыве, что постепенно мы придем к тому, что границы-то будут расширяться. И так или иначе мы будем больше в это вовлечены. Нам придется в это участвовать. Произойдет некоторое столкновение. Вы понимаете, мы ведь вовлечены. То есть у нас есть дети. Они ходят в школы. Они ходят в садики. Мы там тоже занимаемся инициативным бюджетированием. Для тех, кто не видит нашу трансляцию. При этом Михаил Анатольевич полез в карман. Кстати, в школе просили. На самом деле, я просто говорю о том, что сфера образования уже так или иначе готова к таким проектам. Я больше того скажу. Во многих регионах, реализуя проекты как раз там ППМИ, объекты образования могут участвовать в проектах инициативно бюджетированные. И там родители вкладываясь, собираясь и ремонтируя школу. Это же выгодно, если мы сейчас, не входя в эти программы, просто сами вкладываем ремонт в школы. Через ППМИ мы еще и государство можем задействовать. Это очень хороший аргумент для участия в инициативном бюджетировании, который я всегда использую. Ведь вы делаете дорогу. Ведь вы участвуете в ремонте школы. Почему не поучаствовать в инициативном бюджетировании, которое дополнительные возможности дает? Дополнительные средства финансов. Кроме того, эта технология, она дает не просто финансы, она дает вам возможность прозрачно поучаствовать во всем процессе. В том числе в контроле над работами. В проверке сметрии, в контроле за выполнением работы. В самой приемке объекта. Абсолютно. И наблюдать дальше, как он эксплуатируется. Абсолютно. То, что сделано, чтобы сохранялось. Это на самом деле очень интересный факт. Потому что родители так или иначе все в школы платят. Вся социальная инфраструктура, она возможна для участия в том, вся общественная инфраструктура. А ее, по сути, это все. Все, что нас окружает. Все, что нас окружает. У меня, возвращаясь, собственно, к форуму, смотри, вот там собрались, ты говоришь, очень много красивых людей из 10 примерно стран. У всех огромный опыт вот этого инициативного бюджетирования. Что-то такое, о чем ты раньше не знал, там было? Что-то новое, да, вот совершенно такое, что можно было бы попробовать перетянуть в Кировскую область и раскрутить здесь? Ну, наверное, таких вот глобальных. Ну, про пляж это конкретный пример, а вот имеется какой-то новый подход. Конкретный пример все-таки для меня, наверное, не было. То есть мне было вот приятно, некоторые акценты, которые были расставлены, я про них сказал. Могу сказать, что акцент еще один был, про который я не сказал. Это обращали очень большое внимание на важность институционального развития инициативного бюджетирования. Ведь что оно на сегодня... О чем идет речь? Да, на сегодня мы имеем интерес к этому движению со стороны Министерства финансов Российской Федерации, которые реализуют проекты, ну, проект развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации на период там 2016-2018 год совместно с Всемирным банком. Да, кстати, государство-то как-то участвовало в этом форуме? А там организаторы Минфина в какой-то... Они выступали, они говорили, что здорово, работаем ребят. Нет, само по себе БРИКС это организация, ну, не коммерческая, а международная, которая, ну, имеет свое финансирование со стороны страны. Просто я к тому, что из организаторов был же Минфин, на что, если в любом случае государство участвовало там и НИФИ, вот этот институт, да, и Всемирный банк. НИФИ, ну, как бы грех, жалость на отсутствие государства, потому что наши регионы представляли в большинстве своем представителем министерств региональных. То есть, и это тоже, как бы, очень важно. Институциональное развитие предполагает появление независимых таких центров компетенции вовлечения жителей. Ну, это о чем мы довольно часто здесь говорим. Да, но вот было обращено внимание, например, на тот факт, что большинство регионов, так как проект региональный, они стараются, ну, скажем так, не то, что монополизировать, но соединить, то есть, весь этот центр компетенции организовать на базе исключительно чиновников. Понимаете? То есть, некое министерство, которое этим занимается. То есть, даже, понимаете, компетенции оставить внутри чиновников. То есть, в нашем случае, кстати, опыт Кировской области очень, ну, широко, что ли, показывался и держировался в этом плане, потому что у нас он получился такой сдвоенный центр компетенции. У нас все правовые, регламентные, методические, сама база данных, она сформирована в руках Министерства социального развития. То есть, по ПМИ говорить. По ПМИ, то есть, по народному бюджету Министерства финансов Кировской области. А большой объем центра компетенции, связанного с работой с инициативными гражданами, с муниципалитетами, у нас как раз располагается у нас в офисе консультантов инициативного бюджетирования. То есть, 8 человек, которые обладают большим опытом общения, которые понимают, как проект выстроен и способны донести до людей эту информацию, это очень важный институт, который, кстати, был отмечен в свое время и Министерством финансов, потому что в Кировской области считается, что появился первый институт независимых консультантов. Это я немножко себя похвалил. Но реально, вот эта важность, вот этого институционального развития и появления таких обучающих, методических центров вне, в том числе, чиновников, это, ну, как бы, такой тренд, который акцентировался даже и зарубежными нашими партнерами, что ли, как странами. Ну и при всем при этом, вы, имея в виду офис консультантов, там, Министерство социального развития, вы, насколько я понимаю, вполне друг с другом контактируете, вас устраивает такая система, никто ни на кого дело не перетягивает. Естественно, нет, у нас очень четко разделено, и, кстати, про этот опыт Татьяна Тимофеевна очень, на мой взгляд, шикарно рассказывала. Антончик, напоминаю еще раз, да, замминистра социального развития. Да, все правильно. Вот, она очень шикарно рассказывала, потому что большинство, конечно, до сих пор находится на уровне, ну, некого там информирования и представления результатов о проекте. Мы перешли уже давно, ну, скажем так, как минимум там года два-три на, таки, скажем, практические аспекты реализации, то есть аспекты, например, там, определения смет и качества строительных работ. И мы тут очень здорово пересекаемся там с контрактной системой, там, с 44-м законом, с системой контроля за содержанием смет, да, потому что смету на одну и ту же работу можно сделать очень по-разному и будет очень разная стоимость. Контроль за стоимостью осуществляется, но вот контроль и разъяснение, понимание сути этой сметы, что будет делаться, оно не всегда доносится до нижнего уровня. И вот эти вот вопросы качества, они у нас, ну, как бы стоят очень актуальными. Вопросы управления на сегодняшний день тоже актуальны, потому что мы сейчас работаем по государственному контракту, то есть мы проходим торги, мы участвуем в аукционах, но в некоторых регионах, которые по этому пути пошли, они получили консультантов формальных, ну, например... Это как? Просто представили человека, он молчком... Да, то есть появились некие люди, формально соответствующие требованиям, но абсолютно не знающие ни сути, ни как бы, ни каких-то там содержательных категорий проекта. И они понимают, что им надо поучаствовать там во столько-то собраниях, там помочь подготовить только-то заявок, да. Чисто такие формальные признаки, да. Но реальной помощи, например, со стороны, там, на уровне муниципальном люди не получат. И вот этот вот, как бы, вот эти проблемы институционального развития, они широко поднимались и освещались. То есть не только российскими представителями вообще, да? Конечно, конечно, да. У нас минута остается, Михаил, давайте вот вкратце все-таки постараемся пояснить всем нам, чтобы мы, наши слушатели, осознали или начали осознавать, в каком направлении все-таки будет развиваться эта система, к чему быть готовым. Я думаю, что государственное регулирование этого процесса, оно не загораемо. То есть будет введено понятие... Это плохо или хорошо? Это хорошо, это хорошо. Важно остановиться, то есть в любом законодательстве важно остановиться в регламентах. Важно, чтобы уровень бюрократии был, ну, скажем так, не приварилируем... Ну, то есть... Ну, приемлемо. Терпим, да, терпим. Это, кстати, вот в проектах инициативного бюджетирования удается достигать. Ну, тяжело достаточно, но, по крайней мере, ограничивать государственным, муниципальным органам власти. То есть людей не погружать сильно в все эти сложности. Ну, не усложняют. Зачем? Усложняют то, что можно сделать проще. Вот как-то бы и государственное регулирование, чтобы было, и чтобы оно не было излишне забюрократичным, съедающим время, энергию. Вот это тот тренд, который, я надеюсь, будет внесен в форум. На долгую перспективу. Да. Не год, не два, все-таки мы говорим о более продолжительном уже периоде. Спасибо. На этом завершаем первую половину дневного разворота. Наш гость Михаил Шевелев, руководитель офиса консультантов проекта поддержки местных инициатив. Еще, конечно, будем говорить об этом в нашем эфире. Тема безграничная. Спасибо большое. Сейчас у нас новости, тематические программы. И уже другая тема после 12.05. Спасибо.